Давайте попробуем представить, что наша профессия, то есть то, чем мы зарабатываем себе на хлеб, то, что кормит меня и тебя, то, что кормит мою семью, что это не просто способ зарабатывания, способ самореализации, а это способ спасения души в том числе. Давайте подумаем об этом. Потому что человек, который отвратительно делает свою работу, на всякий случай, тяп-ляп, как-нибудь, я причем говорю сейчас о любой работе, как работе педагога или врача, когда священная профессия, или юрист, например, то есть люди, от которых зависит жизнь, врач, юрист, милиционер, МЧСник, так и более простая работа, например, кассир, штукатур, таксист, кто хочешь. И смотрели ли мы когда-нибудь на свою работу, как на первую ступеньку облагораживания моей души? Что меня спросят, ты кем был вообще, например, когда таксистом? И там вопрос как бы следующий, допустим, за руль пьяный садился? Ну, если честно, да. Все, пошел вон, дальше не о чем с тобой говорить. То есть с тобой дальше говорить не о чем. Если ты на уровне своей работы, допустим, там, допустим, ну, еще можно пару вопросов задать. Обманывал клиентов? Ты же, допустим, в большом городе очень легко. Например, там человек сходит с вокзала в Москве, с Павелецкого, условно говоря, и ему, например, ехать полчаса, там, такси зовет, там, ему ехать полчаса, и это будет стоить, скажем, там, 700 рублей, например. Таксист возит его по городу 3 часа и берет с него 4 тысячи. Он говорит, а вы, спрашивает на всякий случай, вы в Москве первый раз? Он говорит, да. А вы были там, куда мы едем? Нет. Вы знаете, как ехать? Он говорит, нет. Ну, поехали, я знаю. И поехали по всей Москве. Ну, допустим, слушайте, на каждой работе есть способ нахимичить. Везде можно украсть, обмануть, схалявить. Можно сделать штукатурку, например, в том же доме, или паркет положить так, что он вздуется через полгода, и хозяева квартиры будут снимать этот паркет и проклинать паркетчика. Он потом думает, что-то я болею, что-то я тут заболел, там заболел. А его клянут все, кому он делал эту работу. Можно так сделать? Можно. Так и делают. Это же не себе. Как, допустим, там бабушка на огороде клубничку выращивает. Одна грядочка с нитратиками, другая без нитратиков. Говорит, Семеновна, а что у тебя там нитраты, там не нитраты? Говорит, без нитратиков это внучкам. Внучки придут на каникулы. А с нитратиками на базарчик. Оно растет красивше и быстрее. Понимаете? Можно так делать? Везде можно быть вором, лодырем. И так далее, брехуном и так далее, и так далее. И можно наоборот. Например, сделать ремонт так, что тебя будут благословлять во веки веков, до тех пор, пока будешь жить в твоей квартире. Скажешь, вот сделал же человек мне побелку. Вот до сих пор ничего менять не хочу. Или поклеил обои. Вот как поклеил, как будто она с обоями родилась, эта квартира. Это вот отремонтировал мне машину. Вот дай бог ему здоровья, этому человеку. И вот уже пять лет езжу, как бы и на тех ремонт не заезжаю. А можно так отремонтировать, что выехал и тут же поломался опять. И говорит, да чтоб тебе... Что-то я опять болею, слушай. Понимаете? То есть можно набрать себе на голову благословений от любой работы. И набрать себе на голову проклятий от любой работы. От того, как ты относишься к своему занятию. Два дворника будут перед тобой. Один ему что не дай метлу, то потеряет. Что не дай лопату, то сломает. Что не поручи ему кусок асфальта отскрести от льда, то так отскребет, что все падают на этом льду. Другой сделает работу хорошо. Но мы правда не будем этого сильно замечать, потому что нас никто не уполномачивал следить за дворниками. Но Бог заметит. И вот человеку нужно перешифровать свое отношение к работе. Без тяп-ляп, без на авось. Без пута и так сойдет. Без этого всего, понимаете? Потому что мы же задыхаемся от этого. Нам же всем плохо жить от того, что один вот так положил асфальт, другой вот так спек пирожки, которыми подавились. Третий вот так повел детей на прогулку, а где ребенок потерялся. И так далее и тому подобное. Нам же всем плохо от этого. И мы клянем друг друга, значит, такое время. Власть куда смотрит, жизнь собачья, совок кругом, ды-ды-ды-бы-бы-бы. А сами при этом делаем то же самое, абсолютно не замечая этого. Поэтому человека могут спросить. Спросить его могут. Хорошо ты делал свою работу? Кем ты был? Говорит. Ну, допустим, я была домохозяйкой, скажет женщина. Вообще на работу не ходила. Ну, так слушайте, есть домохозяйка, которая посыпается, садится у трюмо и занимается ногтями. Потом она, значит, пьет кофе и смотрит телевизор, например. Модный приговор. Потом она садится у трюмо и занимается губами. Потому что муж уехал, и муж заработал, привез там, значит, она до вечера занимается собой. А потом занимается опять собой, только в другом смысле. Потом опять собой, только в третьем смысле. Это до одна домохозяйка. Есть другая домохозяйка, которая может постричь ребенка сама. Считай, что она заработала. Она сэкономила. Она не повела мальчика в парикмахерство. Она сама его пострила. Она умеет. Она вместо того, чтобы бежать в ателье, значит, она сама пошила занавески. Она сэкономила, на самом деле. Вместо того, что там еще жизнь делает, она сама. Что-то там дизайн в квартире сделала. В этой берлоге уже приятнее жить. И она с утра до вечера работает. Книга притчи Соломона, если читали такую, заканчивается целые две главы похвалы хорошей жене. Там перечисляются добродетели хорошей жены. Вот будет одна домохозяйка и вторая домохозяйка. Одна только всю жизнь с собой занималась. Ходила с солярия на массаж, с массажа в парикмахерскую. С парикмахерской поболтать с подружками. Потом подружек опять домой. Значит, что-то там еще делать. Скажешь, у меня муж обеспечит, я сижу дома. Она сидит дома и трут ним. Ничего не делает. Другая с утра до вечера будет крутиться. Попробуйте пересмотреть свою жизнь. Спросит Бог тебя, а кем ты был? Скажешь, я был вот этим. И там у каждой профессии есть своя нравственная нагрузка. Есть свои нравственные требования, предъявляемые каждой профессией. Допустим, есть свои нравственные требования, например, скажем, к водителю общественного транспорта. Его вообще нужно сразу спрашивать тут же, по Божьему суду. Ты вообще думал о тех, кого ты везешь? Ты вообще понимал, что ты везешь ни уголь, ни бревна, ни мешки с капустой? Ты возил людей. Соответственно, тебе нужен скоростной режим, трезвое состояние, исправность автомобиля, транспортного средства. Ты Моисей. Ты за собой вез. Не важно, на поезде ты машинец поезда. Или ты пилот, например, пассажирского самолета. Ты вообще понимал, что ты делаешь? Что тебе люди доверили свою жизнь. Они сели в твой автобус, в твой поезд. Они тебе жизнь свою отдали. Потому что они верят тебе. Они тебе в глаза не видели, но они верят тебе, что ты довезешь их живыми. Ты вообще думал об этом когда-нибудь? Работа ведь существует не для того, чтобы только бабки зарабатывать. Она существует для того, чтобы служить. Чтобы думать о тех, кто пользуется плодами твоего труда. То есть, если, например, человек работает на кухне, и он там, скажем, шинкует капусту, например, или чистит овощи, или как-то мясо обрабатывает, ну, закладку делает для борща, какого-нибудь или супа, он должен делать это с мыслью о людях, которые будут это есть. Он не должен при этом не матюкаться, не анекдоты рассказывать, значит, не что-то еще делать. Он должен молиться и молчать, и думать о тех, кто это будет есть. Если он будет так делать, это будет святой повар. То есть, у нас на предприятии, у нас в столовой будет святой повар. Мы об этом знать не будем. Мы просто будем кушать с удовольствием, нам будет хорошо. А Бог будет знать, что это святой повар. А будет другой повар, который половину мяса украдет, потом все остальное обматюкает, и ты потом съешь эти матюки вместе с тем, что он приготовил. И он будет думать не про тебя, а про то, как бы быстрее уйти с этой работы, потому что его друзья ждут вечером футбол. Это будет грешный повар, таких большинство может быть. А может, меньшинство, я не знаю, это Бог знает. Поэтому это страшно важные вещи. Потому что мы как бы думаем, что духовная жизнь, она как-то так вот, она духовная жизнь. Где-то в монастыре, в храм пойду, и, боженьки, помолюсь. Это будет духовная жизнь. А вот здесь, я понимаю, чищу снег, или носки штопаю, или, не знаю, кому-то зубы пломбирую, если я стоматолог. И это не духовная жизнь. Это просто жизнь, типа. Так вот, это очень важная вещь. У нас нет разделения жизни на духовную, недуховную. У нас все должно быть духовное. И если у тебя не все духовное, то ты вообще ничего не понял. Ты вообще ничего не понял. Если ты думал, что духовная жизнь существует отдельно, в каком-то монастыре там, или по воскресеньям в храме. Нет. Есть такая хорошая такая пословица, что ли, такая духовная. Кто молится, только тогда, когда молится, тот никогда не молится. Понимаете? Поймите. Это очень важно. Потому что, думаю, вот сейчас я что делаю? Болюсь, не буду, вроде не молюсь. Вы молитесь, кстати. Сидите и молитесь. Слушайте и молитесь. Потом домой пойдете, идите и молитесь. Потом домой раздеваетесь, пальто снимаете и молитесь. Потом тапочки обуваете, молитесь. На каждое дело можно молитвы иметь с собой. А бываешь ноги в тапке? Говоришь там, стопы моя направь и пословеси твоему. В душ залез, говорит, Боже, очисти меня грешного. Я там не колю, створи благое пред тобой. Там перед едой, после еды у нас есть. Но везде есть. Нельзя разделять жизнь на духовную, недуховную. Все должно быть духовное. Везде нужно Бога помнить. И в работе своей нужно Бога помнить. Бухгалтер ты или ты у станка стоишь, или ты охраняешь объект. Бога помнить нужно всегда. А если ты будешь забывать его на полчаса, потом вспоминать на пять минут, потом забывать на полгода, потом вспоминать на полчаса, то это будет свинство, а не жизнь. И в этом свинстве мы все живем. Но виноватых ищем не в себе, а в Путине. Или в Мишустине, или в Байдене. Ну, как сумасшедшие в психбольнице, понимаете. Сидят, грызут эти клетки, которыми их закрыли. Они буйные. И ищут виноватых в главвраче. Что виноват главврач. И вот спросят человека. И если человек, который всю жизнь свою работал плохо, он был плохим паркетчиком, плохим зубным техником, он был плохим администратором, он был плохим бухгалтером, плохим преподавателем. Он не любил детей. Он плохим доктором был. Он не любил больных. Он любил деньги, а больных не любил. Он был плохим. Короче, плохим он был. Как ни верти, он везде был плохим. Но считал, что мир такой, все плохое, а что от меня хотеть? Другие вон еще что творят. Я говорю, другие вон что и ничего. А я что? Я ничего. Тогда, значит, что? Тогда больше говорить с тобой не о чем. Пошел вон отсюда, называется кино. Иди в ад. Тебе на небе места нету таких. Таких, как ты, на небе нету. На небе нет воров, брехунов и лодырей. Там их просто нету. Трудолюбивые есть, терпеливые есть. Брехунов и лодырей там нету. Поэтому важнейший вопрос. Прежде чем мы там начнем, молился, не молился, постился, не постился, ты вообще хорошо делаешь свою работу или плохо? Если плохо, заткнись и иди отсюда. С тобой говорить больше не о чем. И все. И я нахожу эту мысль справедливой. Я не знаю, как Бог поступит с нами. Лично со мной, с каждым из нас. Я этого пока еще не знаю. Но я думаю, что в этой мысли есть очень много правды. Если даже не вся правда. По-моему, даже мне кажется, что она полностью справедлива от начала до конца. Переходим к второй мысли. Хотел ли ты детей? Заметьте, что вопрос формулируется очень специфично. Не имел ли ты детей, а хотел ли? Потому что есть люди, которые хотели, но не имели. Есть люди, которые имеют, но не хотят. А важно ведь не факт того, что есть, а намерение. Намерение. То есть ты хочешь быть отцом? Хочешь быть матерью? Если хочешь, то зачем тебе это? Это вообще грандиозный вопрос, между прочим. Вот тоже нужно его прошерстить. Хотел ли ты детей? Значит, вот девушки, например, там, ясно, сейчас почти все страдают от некого дефицита женихов нормальных. И они все спрашивают батюшек, тормошат их, там, помолитесь, помолитесь, там, или там, а где же найти, а где же найти, значит, такое. И возникает вопрос, там, о критериях нормального мужчины. За кого вообще можно выйти замуж, там? Что нужно, чтобы в нем было, как бы, значит, вот должно быть между всеми хорошими качествами, которые желательны в человеке, от него желается желание детей. То есть если спросить, ты детей вообще хочешь? Он говорит, да. Человек говорит, да. То есть она говорит, да. Или он говорит, да. Ну все, это как бы, это нормальный человек, у него в голове все в порядке. Если он начинает, там, наводить тень на претень, там, ну, когда-нибудь, да, наверное, там, сначала поживем для себя, там, ну, там, зачем плодить нищету, там, типа, родим, там, одного, потом, когда-то, сорок. Короче, перед вами какой-то дятел непроходимый, у него в голове тараканы бегают, с ним вообще говорить не о чем. С этим человеком вы никогда не будете нормально жить, он больной. Это ненормальный человек. Желание детей – это естественное желание нормального человека. Желание пожить для себя или не рожать никого, или там что-то там еще, там, значит, короче, там, сейчас столько фокусов появилось в области пола, значит, что здесь мы просто имеем какой-то большой медицинский справочник. И с этими людьми, как бы, ну, не о чем, действительно, говорить в плане серьезных планов на перспективу. Заметьте себе, значит, ну, человек, который хочет детей, но не имеет их, он всегда найдет себе реализацию. То есть, если там ты не замужняя, там, или замужняя, но бездетная, то есть мужа бог тебе дал, а чрево твое заключил. Такое бывает. Значит, то ты, как тетушка, будешь нянчиться с племянниками и племянницами. Ты найдешься, в конце концов, в профессию, в которой ты будешь возиться с детьми. Ты можешь быть просто воспитательниц в детского садика, или ясель, там, или в младшей школе преподавать. Это будут твои дети. У хорошего учителя вообще очень много детей. Потому что для него это все, это его родные дети. Он за них думает, переживает, он любит их, короче, да, у него сердце о них болит. В мужском отношении, например, папа номер два для парня, например, если кому посчастливилось, это тренер. Если кого-нибудь мы отдали на хороший спорт, и там попался хороший тренер. Спорт может быть любым. От какого-нибудь там керлинга, там, какого-то странного, или какого-то дартса какого-нибудь безумного, там, значит, там, заканчивая, там, каким-то гимнастикой, плаванием, пятиборьем, там, не знаю, там, борьбой, парашютным спортом, чем хочешь. Но вот если попадется тебе хороший тренер, считай, что нашел отца номер два. И хороший тренер никогда не будет заниматься тобой только спортом. Он скажет, принеси дневник. А потом скажет, с двойками на тренировку не пущу. Ну, серьезно, так поступаю. Потом они там что-то бегают, прыгают там на поле, заругались матом. Говорят, стоп, там, свистнул там свисток. Еще один мат, закрываем секцию, ни одного больше на поле не выйдет. Допустим. Мы не матюкаемся. У нас есть русский язык, значит, в русском языке, значит, есть достаточно слов для выражения эмоций, как бы, значит, мата у нас нет. Понятно всем? Понятно. Там старшего и младшего не обижать, как бы, значит, если там мы там делаем, то, 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 то. Значит, зачем мы хотим быть сильнее? Чтобы там, чтобы бить слабых? Нет, зачем? Затем-то, тем-то, тем-то, значит. Как мы должны думать? Как должны вести себя там? Как должны там, там... Короче, настоящий тренер – это отец. Для множества пацанов, допустим, там, на борьбе, там, на беге, на плавании, на легкой атлетике, которыми родные отцы в силу разных причин не занимаются. То ли нет времени, там, у этих бедных отцов, там, если они реально работают. То ли они просто не знают, как это делается, потому что их сам никто не учил. Ну, там, как бы... И вот, допустим, воспитатели, учителя, там, эти тетушки, дядюшки, там, эти все крестные отцы и крестные матери, там, это тренеры, там, различные. Это папа-мама номер два. Это люди, у которых много детей. Он сам может быть бездетный. Но он, например, всю жизнь работает там куда-то детско-юношеской спортивной школе, как бы, и его знает четыре поколения молодых людей, которые уже сами уже там отцами стали и дедушками. И это папа для них. И он любит этих людей, понимаете, он возится с ними. Это настоящее отцовство. А не желать ни с кем возиться, не желать ни за кого переживать, не желать ни с кем поделиться жизнью, не желать никого выкормить и поставить на ноги, то есть быть просто эгоистом, ну, таким законченным, завонявшимся эгоистом. Это вот быть таким маленьким бесом, таким непогребенным трупом. И мы живем, в общем-то, в мире, в котором очень много людей пора хоронить, но они все еще ходят по улице, как бы, так сказать, своими ногами. То есть они уже умерли. У них уже мертвые души. Вот как Гоголь писал, мертвые души. Это очень глубокое название. Это вопрос не в том, что он мертвых крестьян там покупал у дураков-помещиков по ревицким сказкам. Вопрос в том, что там нарисованы мертвые души. Там нарисованы люди, которые уже умерли. Маниловы, Собакевичи, Коробочки – это и есть мертвые души. Они уже мертвецы. То есть мы живем в мире мертвых людей. Мы сами мертвые, поэтому мы не чувствуем этого. А если мы вдруг оживем во Христе Иисусе Господе нашем, если нас облагоухает Господь, как написано, «Восстань и спящий, воскресни от мертвых и освети тебя Христос», ты вдруг поймешь, что ты смотришь по телевизору мертвые новости. Слышаешь со сцены мертвые песни мертвых людей. Смотришь какой-то мертвый сериал про мертвые события. Когда мертвецы кругом ходят, лязгают зубами. Они не похоронены просто-таки. У них нет духа жизни. У них нет ничего. Это просто движущиеся манекены. К таким манекенам относятся люди, которые никого не любят, никого не хотят знать, любить, желать, отдавать себя, делиться собою. В конце концов, это те, кто не хочет быть ни отцом, ни матерью. Как там у Цветаевой про Донжуана сказано. Я вспоминаю, что бесцельный атом я не имел от женщины детей и никогда не звал мужчину братом. Люди, обычно нежелающие детей, они ужасно блудливы. Кстати, как написано у пророков, блудить будете, но не размножитесь. Чем больше люди блудят, тем меньше они рожают. Потому что рожать означает быть целомудренным. Зачатие, вынашивание, роды, выхаживание, воспитывание налагает на человека массу ограничений. Блудники именно поэтому и не хотят рожать, потому что они хотят удовольствий без ответственности. А отец и мать – это удовольствие с ответственностью. И такая ответственность, что потом заканчивается удовольствие. Кто в браке, тот знает. Это только кажется, что сейчас женюсь, как бы и поехали. Ага, только поехали, пррррр, стой, приехали. Значит, и воздерживаемся. Потому что, потому что, потому что. Перечислять не нужно, потому что вы все взрослые. А вот блудники – нет. Этим давай все, сразу много, с утра до вечера и всю жизнь до самой старости, до больничной койки. Значит, такое, а детей не надо. Не надо. Они мешают вообще. Блудникам они мешают, дуракам они мешают, не всем мешают дети. Так что, это важнейшая вещь такая, значит, вопрос такой. Ты хотел детей? Это вообще, так сказать, сканирование души, опять-таки, навшивость. То есть, вообще, ты нормальный или нет? Вот мы сейчас живем в плотном таком союзе с целым рядом выходцев из Средней Азии, которые граждане теперь других государств, бывшего союза, там, Киргизии, там, Узбекистана, Таджикистана и так далее. И у нас есть огромные территории, заселенные, уже наши природные российские территории, там, Северный Кавказ, там, Поволжье, где есть много представителей мусульманского населения. Вот, что хотите, говорите, там, как хотите, вертите туда-сюда, значит, там. Но имейте в виду, что если чему-то учиться, а учиться нужно у всех, то у этих можно учиться семейственности. Любой представитель вот этих народов, которые я бегло перечислил, так сказать, штрих-пунктир, скажет вам, что жизнь человека – это семья. Без семьи человека нет. У них семейственное сознание. Должен быть не только я, должен быть еще ты. Это жена, например. Должны быть вы – это отец и мать. Должны быть деды и бабушки. Должны быть двоюродные деды и бабушки. Племянники и племянницы, внуки и правнуки, сыновья и дочери. Короче, должно быть такой куст огромный. И в этом кусту мне хорошо, потому что я одна из веточек этого куста. А европеец, европеец, такой, ну, теоретически взятый, такой, некий абстрактно-европейец, такой паскудный современный европеец – это горделивая палочка без нуля. То есть это не десять, это такая ложная единица такая. Так вот, в чистом поле тонкий прутик такой. Никому не нужный. Один. Я один. У меня есть свое я. А больше, правда, извините, нет ничего, кроме этого я. Скоро и я закончится. Так вот, надо иметь в виду, что семейность – это признак здоровья общества. И общество, в котором слабая семья, фу на него, это дрянь, а не общество. Если оно не поймет своих проблем и не начнет исцеляться, оно исчезнет. И туда ему и дорога, потому что так справедливо. У нас в церкви, смотрите, у нас лексикон церковный, он весь насквозь семейный. У нас есть батюшки и матушки, и братья, и сестры, а больше нет никого. Человек, находящийся рядом со мной – это либо брат, либо сестра, либо матушка, либо батюшка. Это семейные слова. У нас других слов нет. А, правда, есть владыка еще. Что это? Владыка. А так все, в принципе, батюшка, матушка, братики, сестры, сестрички. Все. Это вообще такое теплое лона семейственных отношений. Ну, правда, может быть, владыченька. Тогда еще будет, тепленько будет и здесь, как бы, значит. Ну, конечно, нужно, чтобы это все наполнялось правильным смыслом, чтобы мы действительно были братья и сестры, и отцы, батюшки, и матери, матушки, и владыченьки. Любимые владыченьки, да. Все должно это быть так, по-семейному. Иначе Бог нас грозно накажет, как нечисть. Сотрет нас с лица земли, потому что мы носили имя, но не оправдывали его жизнью. И написано в апокалипсисе. Ты носишь имя, будто бы ты жив, но ты мертв. И это грозные слова. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей. Знаю твои дела. Ты вроде бы жив, а ты не жив, ты мертв. Это кошмар на самом деле. Поэтому нужно быть живым во Христе Иисусе Господе нашим. И тогда весь мир будет семьей, кстати. Весь мир будет. У нас незнакомого взрослого человека, ребенок как называет? Дядя. А незнакомую взрослую женщину как ребенок называет? Тетя. А тетя и дядя это очень близкие степени родства. Ну тетя на всякий случай, это сестра папы или сестра мамы. Это ближайший вообще человек. А мы незнакомую женщину называем тетя с дядей. У нас язык так устроен. Говорит, тетенька даже говорим, дяденька. Дяденька не бейте. Понимаете? Это очень близкие тетя. Откуда они взялись в нашем языке? Чего это я чужого мужика какого-то, непонятно кого? Он не брат моему отцу. Он сто раз ему не брат. А я называю его так, как будто он брат моего отца. Говорит, дядя. Который час? Дядя, помоги мне. Велосипед поломался. Помоги мне. У меня сил не хватает его поднять на третий этаж. Допустим, с детства самого. Потому что у нас сознание воспитано церковью. А церковь – это огромная семья, где есть братья, сестры, папы, мамы. Дяди и тети, в конце концов. А жизнь наша повседневная, она насквозь эгоистичная. Где никто никому не нужен. И ты говоришь, что ему дядя. Он говорит, о, племяш нашелся. Какой ты мне племянник? Я тебя не знаю, мальчик. Иди отсюда. Я тебе не дядя. Найди своего дядю и к дяде обращайся. Так можно сегодня сказать уже. Так сегодня может. Так и говорят на самом деле. Проверим запоминание. Первый вопрос. Это хорошо ли ты делал свою работу? Очень важный вопрос. Второй вопрос. Хотел ли ты детей? То есть любишь ли ты кого-то кроме себя? В конечном итоге. Или ты конченый эгоист? Конченый эгоист не может иметь ни веры, ни благодати, ни милости, ни мудрости. Это враг Божий. Враг Божий. Это раковая клетка на самом деле. Как говорят нам медики, раковая клетка, она не умирает. Она умирает вместе с организмом. Обычная клетка делится. То есть умирает делением. Делясь умирает и дает жизнь другим клеткам. Эти в свою очередь делятся, умирают, дают жизнь другим клеткам. И так растет организм, развивается. Раковая клетка не умирает. Она не хочет умирать. Она жрет живые клетки. И жрет весь организм. С тех пор, пока весь организм не умрет. Тогда она умирает вместе с организмом. Это эгоизм на уровне клетки. Так что, хотел ли ты детей, то есть, о ком ты думаешь вообще, ты о ком думаешь, о ком ты переживаешь, если не о ком, то о чем с тобой, ну как ты можешь войти в рай, слушай, ну как ты можешь быть любим Богом и людьми, если тебе никто не нужен. Если ты, например, осчастливил женщину беременностью и бросил ее, и она рожала без тебя, и ребенок никогда отца не видел. Ну как вообще, ну как можно жить на свете так? Как так можно вообще жить на свете? Или ты жил с одной, наклепал ей двоих, потом ушел от нее, живешь с другой, ей наклепал двоих, потом смылся от этой, живешь теперь с третьей, ей наклепал, и уже вынюхиваешь четвертую. И ты потом в рай захочешь войти? Ведь в рай нельзя не захотеть. Ад настолько ужасен, что там бесы жить не хотят. Он говорит, Христу, говорят, не вели нам в бездну идти. А рай настолько прекрасен, что туда нельзя не захотеть. И ты захочешь туда войти? Ну тебя заставят повернись на землю, посмотри на следы своей деятельности, посмотри, что ты сделал. Ну раз тебя можно отпустить? Ну это несправедливо. Это просто даже обидно. Понимаете? И рано или поздно мы столкнемся нос к носу с этой реальностью. Просто возьмем и упремся носом в этот ужас. И нам скажут, глянь туда. Говорит, все внезапно озарится, что казалось и темно. Встрепенется, пробудится совесть, спавшая давно. И когда она укажет на земное бытие, что он скажет? Что он скажет в оправдание свое? Такой был поэт Апухтин. На литераторских мостках похоронен в Петербурге. Это его стихи в 19 веке написаны. Поэма Инок. Значит, вот два вопроса. Работа и семья. Ничего духовного, такого гипердуховного. Там Великий пост, правила к причастию. Ничегошеньки. Работа и семья. У всех людей на земле есть работа и семья. У любого негра в Африке есть какая-то работа и какая-то семья. У любого, значит, там, не знаю, китайца в Китае есть какая-то работа, какая-то семья. У любого русского есть какая-то работа, какая-то семья. Значит, у всех есть работа и семья. И мы еще ничего духовного не сказали. Мы еще даже Евангелие почти не цитировали ни разу. И вот если мы только прошерстим эти два вопроса, работа и семья, уже будет понятно, ты вообще гадина такая, что с тобой разговаривать не о чем, или ты нормальный человек, с которым можно дальше говорить. Еще не все, разговор продолжается, но два вопроса мы уже задали тебе. Я хорошо делал свою работу, и я очень любил детей. Хотел, любил, собственно, женщинам деньги на аборт не давал, чужих баб не брюхатил, и своих не бросил детей. Ну все, класс, пошли дальше. Вопрос номер три. Бум! Вопрос от знаков, значит. Находил ли ты время, чтобы читать святые книги и молиться Богу? Вот здесь уже мы выходим в область духовного вопроса. Здесь не обговаривается, верил ли ты в Бога, потому что вера в Бога настолько естественная вещь для человека, что это является одним из антропологических признаков человеческого бытия. То есть, у нас есть два глаза, две почки, симметрично расположенные, два легких, например, два уха, один рот, мозг с двумя полушариями, две ноги, две руки на каждой по пять пальцев и так далее и тому подобное. Это некий, там, у нас есть дар речи, у нас есть, там, что-то еще, что-то еще. Вот. Мы летаем во сне, когда мы маленькие. Вот. Это все наши антропологические признаки. Одним из таких антропологических признаков является вера в Бога. Это совершенно естественная вещь, не требующая доказательств. Когда нам начинают доказывать, что Бог есть или выписывают нам длинный перечень. Например, Декарт занимался. Дураки, кстати, не дураки этим занимались. Например, Рене Декарт, один из творцов современной науки. У него есть там прям доказательства бытия Божия. Но не только у него, это куча людей. Так вот, когда даже очень умные люди начинают этим заниматься, они занимаются какой-то ерундой. Доказывать бытие Божие, это все равно доказывать наличие воздуха. Я не вижу его, но я не могу жить без него. Я тут же почувствую, что его нет, когда его не будет. Пока он есть, я могу про него не думать. Много ли вы думаете про воздух, пока он есть? Вот начни задыхаться и почувствуй, что воздуха не хватает. Много ли вы думаете про землю, пока по ней ходите? Нет. Про землю думаешь только когда улетишь в нее носом, и не можешь становиться. Или в нее ложишься. Короче, Бога очень много кругом. Как говорит святой Николай Сербский. Он говорит, о Боже, любовь моя, так много тебя, что не замечают тебя люди. Ни одна рыба не думает про воду, пока в воде плавает. Только когда ее из воды вытащат, она в воду хочу. Хочу в воду. Понимаете? Мы замечаем наличие чего-то только при потере. Только когда теряешь или вот сейчас потеряю. Жизнь, здоровье, семью, родину. Вот тогда ты начнешь понимать, что же это такое. Жизнь, здоровье, семья, родина и так далее. Вот уедь из страны. Вот сидит в России какой-нибудь червяк очередной. И гавкает на Россию. Гавкает, 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 гавкает. Там хорошо, там хорошо. В Германии хорошо то, в Венгрии хорошо то, в Штатах хорошо то. Да поедь ты, слушай, собери чем-то, вали ты туда, поживи там. Да даже не год поживи, полгода там поживи. Да лучшие люди с земли выли волками, когда они в командировку на месяц приезжали. Какие-нибудь хваленые штаты или великие Германии или расфуфыренные всякие Венгрии. Да там сдохнуть можно. Везде причем. И сразу. Ты просто не жил там и не знаешь. Да вали отсюда, хватит гавкать на страну. Ты не знаешь, что такое Родина, потому что ты не терял ее никогда. Ты потеряй Родину сначала, а потом ты узнаешь, что такое Родина. Так же и с семьей, и со здоровьем, и со всем остальным. И так же с Богом. Его так много, и Он такой добрый. Он везде, и Он нас греет и питает, что только когда ты потеряешь Его, когда Он вдруг от тебя отвернется и скажет, да надоел ты мне. Вот тогда ты вдруг почувствуешь, что такое Господь. Доказывать бытие Божие не надо. Это для души человеческой самоочевидная реальность. Это аксиоматичная вещь, как точка в математике. И без этой точки ничего не построишь. Она есть, и с ней можно строить все. А если ее нет, то ничего не построишь. А она аксиоматична, она бездоказательна. Поэтому здесь третий вопрос как бы касается не для того, что... Там просто очень так дешево и просто говорится вообще. Ты находил время для того, чтобы общаться с Богом? Он есть. И здесь вообще спорить без толку. Люди, желающие об этом спорить, как бы должны быть за скобками интереса нашего. Времени так мало, зачем тратить время на такие дорогие вещи? Умрешь, узнаешь, короче. А у нас есть свои дела. Так вот. Мы же все отговариваемся, что у нас не хватает времени. Да? Не хватает времени нам. Смотрите. Нам не хватает времени только по одной причине. Псалом номер первый. Вот прям берем книгу псалмов, открываем и читаем. «Блажен муж и женеиде на совет нечестивых, на пути грешных не ста, на седалищих губителей не седе. Но в законе Господней воля его, и в законе Господнем поучится день и ночь. И будет, как дерево, посаженное при водах. Лист его не отпадет, и вся елика творит, успеет». Значит, Псалом номер один объявляет нам похвалу человеку, который размышляет о Боге постоянно. Вот как та хорошая хозяйка. Картошку чистить – про Бога думает. Там какую-нибудь ползунки стирает – про Бога думает. Мужу суп варит – думает и про мужа, и про Бога. Дитё со школы встречает – думает про Бога и про дитё. Молится Богу за дитё. Про Бога думает всегда. Такой человек будет, как дерево при потоках. Лист его не отпадет, и всё, что он делает – успеет. Успевают не те, у кого 25 часов в сутках и много помощников. Успевают те, кто Бога не забыл. А те, кто забыл Бога, там дальше пишется – не так они чистивые, не така. А како? Как прах. Его же возметает ветер от лица земли. Как пыль на улице, которая вдруг подул ветер и понеслось. Как сухая пыль перед лицом сильного ветра нечистивцы. Ничего у них не получается. Ничего у них и не получится. И ничего они не успевают. И потом помрёт. И будет вопрос – а был ли мальчик? И забудут его даже те, которые ещё вчера признавались ему в любви. Которые с его руки кормились. Потому что нечестивые – это прах. Пред лицом ветра. А благочестивые – это дерево при потоках. И всё успеет. Поэтому вопрос очень жёсткий. Ты вообще находишь время, чтобы с Богом пообщаться? Как пообщаться? Коленки преклонить перед Ним. Что Господь велик. Ему нужно величество воздать. Вот нет никого в кабинете. Начальник кабинета закрыл дверь на ключ на всякий случай. А то ещё зайдёт кто-нибудь. И на коленке прям встал. Прям на коленке. Он великий. Например, губернатор. Какой-нибудь там огромной области. Какой-нибудь мэр столичного города. Допустим. А он на ключ закрыл двери. И на коленке. Говорит – Господи, Ты велик. Слава Тебе. Аминь. И лбом в пол. Отче наш, Ижеси на небесе. Матерь Божия, все святые. Прости, помоги, помилуй. Господи, слава Тебе. Так, у меня столько ещё дел сегодня. Иисусе. Вот это, это, это. Боже, помоги мне. Дай ума. Защити. Помоги, помилуй. Аминь. Открыл двери на всякий случай. А то вдруг-то будет на коленях стоять. Зайдёт секретарша. Она в обморок упадёт. Губернатор на коленях стоит. Что случилось? Потому что люди не привыкли вообще, что молиться нужно всем. Всем нужно молиться. Ещё и всегда. Это не привыкли к этому люди. А это плохо. Поэтому не получается ничего. Как это, знаете, ремонтники стоят, теплотрассу прорвало, фонтан, горячий вода и гейзер валит в небо. Они стоят, чешут репу и говорят, слушайте, трубы новые. Вот только в прошлую Пасху положили. Всю Пасху работали, как бы вот эти трубы варили. Чего они прорвали, непонятно. И не придёт же им в голову, что в Пасху нужно было в храме быть, а уже в понедельник, вторник, среду там трубы варить. Они будут думать, почему это они трубы порвало. Так и не поймут ничего. Так и не поймут ничего люди. Что-то в доме им неплохо живётся. А как, историю дома начинаешь узнавать, а кирпич с кладбища принесли. И там прямо в основании дома плиты с кладбища. Да так все делали. Растащи. Церковь по кирпичку растащили, когда её закрыли в 30-х. Но мы себе сарайчик поставили, что коровы дохнут и дохнут. Что дохнут коровы? Наверное, питание плохое. Наверное, климат не тот. Реально коровник построен из церковного кирпича. Там был храм, теперь коровник. А разбитые плиты с кладбища себе в забор положили, или фундамент для балласта, или прямо в стены вмуровали. Что-то плохо нам здесь живётся. И не поймёт же, что нечестивец не понимает ничего. Он не понимает, где грех, где смерть, где страх, где Бог, где боль, где совесть. Ничего не понимает. У него нету страха Божьего перед глазами его. Поэтому человеку существенно необходимо находить время для того, чтобы читать Священное Писание. Понемножку. Чтобы оно лежало у вас с закладочкой «Библия святая». И чтобы вы три строчки, пять строчек, полстранички утречком пробежались перед работой. Прям даже зубной щёткой в зубах. Потому что времени нету. Я понимаю. И читаешь. А, как красиво написано. Пошёл, прополоскался, ещё раз прочёл, ещё раз прочёл. И потом весь день это в голове крутится. Думаешь, Боже, как красиво сказано. И ты себе ходишь, прочитал из пророка Амоса какое-нибудь выражение. Из пророка Исаии какое-то выражение. Оно тебе застряло в голову. И ты ходишь с ним, как на языке конфетку носишь. Живёшь весь день с этим. Оно тебя веселит. И потом вечером ещё прочитал что-нибудь перед сном. И так день за днём, день за днём, день за днём. Слушай, ты через два года будешь другой человек. У тебя будут совершенно другие мысли. А человек, вообще-то, то, о чём он мыслит. Мы всегда делаем только то, о чём думаем. Просто о чём мы думаем не видно. Поэтому видно только то, что мы делаем. А делаем мы только то, что думаем. И все наши проблемы, в принципе, они в области ума происходят. Если мы ум свой очистим и волю закалим на добро, то, слушайте, ада не нужно, его не будет. Поэтому спрашивается, ты находил время, чтобы с Богом разговаривать, читать Писание по чуть-чуть и молиться? А ты начинаешь. А у меня времени не было. Не принимается это. Это не принимается вообще. Потому что, почему у Ломоносова было, сколько он в жизни занимался и химией, и минералогией, и по стихосложениям, мозаики выкладывал, оды писал. Он почти каждый день молился. У него хватало времени. Почему у этого хватало, у этого хватало, у тебя не хватало? Что ты такое великое делал? Не принимается такой отговорок. Почему ты не читаешь Писание? Вот, ладно, допустим, в веке примерно 18-м, например, да, при Петре, при его последователях. Но не каждый мог читать. Грамотность была и была не такая уж маленькая, но не каждый мог читать книжку. Да и книжки дорогие были. Знаешь, что книжка целое состояние стоит при таком книгопечатании старом? Это сегодня книжка копейки. А у нас было так, что не каждый читал, потому что, ну, времени нет. Это можно понять. Утро до вечера пашет за кусок хлеба человек. Плюс читать не умеет, плюс книжка дорогая, ее купить нигде, нигде не купишь. Поэтому там, возможно, такое было, что читал, не читал. Ну, ладно. А сегодня все грамотные. Библия копейки стоит. И если ты не читаешь ее, то ты не читаешь только потому, что не хочешь. И придумываешь себе отговорки. А поверьте мне, что вы уже совершили миллион грехов из-за того, что не читаете Писание. Просто не знаете закон Божий. Просто не знаете, что Бог сказал. Не знаете, как Бог поступает с теми, кто делает так, или так, или так. И там же все описывается. Причем с дотошностью. Вот это нежелание читать Священное Писание и нежелание молиться Богу, это серьезный фактор осуждения. Люди говорят, я хороший и без этого. Мол, можно же быть хорошим, но неверующим. Можно быть верующим плохим и хорошим неверующим. Я буду хорошим неверующим. Вот так говорят. Говорят же так. Ну, говорите. Мы же говорим с вами о чем? О возможных вопросах к человеку, когда он шагнет туда. Вот там это и скажете. Пока что я не буду спорить ни с кем. Как апостол Павел пишет. Если кто спорит, спорить хочет, то у нас нет такой привычки и в Церкви Божией. То есть, что спорить? Спорить бесполезно. Поэтому вот вам третий вопрос. Находил ли ты время, мил человек, для того, чтобы помолиться и почитать? Почитать и помолиться. Почитать и подумать. Подумать и запомнить. Запомнить и повторить. С собой носить, на языке носить, в памяти носить Писание Святое. Да, даже если вы знаете, одной молитвой Отче наш хватит для того, чтобы всю жизнь прожить правильно. Потому что, в принципе, в ней все есть. Если внимательно прочитывать ее в течение дня. Вот сидишь, например, там. Вот сижу я, например, на лавочке в парке. Никто же не знает, о чем я думаю. Может, я что-то там думаю, куда я летом поеду. Может, я думаю, когда мне повышение по службе дадут. А может, я про себя молюсь. Закрыл глаза себе и сижу. Самое удобное время – молиться. Сиди себе и молись. Кто старику там в мозги залезет? Никто. Вот сидит возле подъезда. Вроде сидит себе. Наверное, смотрит, кто заходит в подъезд, кто выходит. А он сидит и молится, например. Молодец. Мир ему и на Израиле Божий. Короче. Одной молитвы Отче наш хватило бы, чтобы иметь в себе все, что нужно иметь. Но у нас есть больше, чем Отче наш. У нас есть целый океан. У нас есть целая Библия. Надо начинать ее читать, друзья мои. Если вы не прочли Библию от корки до корки, то как бы, ну, извините. А ты читать умеешь? Умею. А что ты в жизни читал? Ну, много чего читал. Читал Толстого, Тургенева, Диккенса, Достоевского, там что-то еще. А Библию не читал? А Библию не читал. Ух, брат ты мой. Так это грех просто даже. Как это даже грех? Нет. Представьте себе, человек живет в Москве. И вот спрашиваешь, ты где был в своей жизни? Он говорит, ой, где только не был. В Таиланде был, в Японии был, в Китае был, в Монголии был. А в Троице-Сергиеве Лавре ты был? Он говорит, нет. Слушай, это грех какой-то просто даже. А в Москве ты где был? В Даниловом был? Нет. А в Кремле ты был? Ты в Кремле был? В Успенском соборе Кремля? Нет. Ты в Москве жил? Да. А в Кремле не был? Нет. А в Таиланде был? Да. И ты русский? Да. Ясно. Все ясно. Вам все ясно вообще? Сколько у нас этих вот чудовищ, которые живут здесь, говорят на нашем языке, в Таиланде были, в Троице-Сергиеве Лавре не были, живут в Москве? Это русские люди? Нет. Нет. Это люди, которым хватает денег, чтобы поехать в Таиланд, которые наверняка живут как-то чуть получше, например. Вот чем вы здесь? И я вместе с вами здесь. Они и говорят, что пора валить, он виноват, он виноват, рашка то, рашка сё, хочу в Испанию. Вот это вот человеческое существо, вот эта категория существ, вот это они так говорят. Если мы их спросим, а ты Библию читал? Ответ понятен, нет. Там дальше варианты только разные. А зачем? А я не верю. Я не верю в вашу патриарху, я не верю в вашим попам. А вы на мерседесах, а вы то, и начинается вот этот понос весь этот такой. Всё понятно, разговор закрывается, потому что церковь Божия спорить не любит. Нам спорить не с кем и незачем. Будет страшный суд, там будет всё видно. Раньше страшного суда ты умрёшь и всё поймёшь. За час до смерти уже всё поймёшь, но уже будет поздно. Поэтому мы спорить не будем, просто спрашиваем вас. Вы вообще русский или не русский? Вы читать умеете? Если вы читать умеете, и вы русский, почему вы не обходили, не объездили все святыни вокруг себя? Все храмы вашего района, монастыри и так далее и тому подобное. И почему вы не читаете Библию? Вот будет такой вопрос. А вы только начните, прямо сегодня начните. С чего хотите начните? Начните с книги Иова. У вас зашевлятся волосы. В литературе мировой такого нет. Начните с Псалтирии, начните с Исаии, начните с Бытия. Но начните, пожалуйста, потому что потом пользу полученного не нужно будет доказывать. И наконец четвёртый вопрос. Понимал ли ты, или понимала ли ты, что мир в настоящем его виде испорчен? Причём испорчен так, что ни отдельно взятый человек, ни все люди вместе исправить его не могут. Мир нуждается в Спасителе. Вот мы сейчас куда идём? К Рождеству. Мы сейчас все движемся по календарю в Рождество. У нас самое главное событие впереди – это Рождество Христово. Это мы должны будем подойти к Вифлеемской пещере, поклониться рождённому Иисусу. Он есть Спаситель мира. Он пришёл, чтобы исцелить человека. Чтобы исправить человека. Исправить его сердце. Исправить его помыслы. Дать ему правильный ориентир. Исцелить его душевные и телесные силы. Снять с него груз греха, в конце концов. Омыть его от грязи нравственной. Он всё это делает. Христос всё это делает. До сегодняшнего дня. Так вот, вопрос такой, вопрос древности, вопрос ещё до христианской эпохи. Понимал ли ты, мил человек, что ещё настолько плохо, что усилиями, например, законодательной инициативы, переменой, ещё каких-то вещей, можно только косметический ремонт провести в этом мире. Что самые главные вещи, от которых страдает человек, это, в общем-то, грех и смерть. И обе эти вещи не подвластны человеку. Вот зубы больные мы научились лечить. Слава Богу, это хорошее достижение. Детскую смертность мы более-менее победили. И дети не мрут так, как раньше. Родили десять, выжило три. По статистике раньше детская смертность огромная была. Нет, сейчас мы выхаживаем, вытаскиваем даже шестимесячных, там как-то в этих барокамерах подтягивают, там доводят. Хотя детки больненькие часто рождаются, но тем не менее, мы как-то что-то там достигли, где-то потеряли, где-то достигли. Короче, мы там по небу летаем, по морю плаваем. Но самые главные беды человечества свое это грех и смерть. Смерть и грех. Почему они вместе. Если бы Адам не согрешил, он бы не умер. Он согрешил и умер. В нашем сознании гех отдельно, а смерть отдельно. Как бы нагрешил, но не умер. Грешу, 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 грешу и продолжаю жить. А на самом деле все именно так. Согрешил, умер. То есть, грех и смерть вместе. Не грешил бы, не умер бы. А так согрешил, и умер. И нужно, чтобы человек не грешил и не умер. Для этого пришел в мир безгрешный Иисус Христос, который умер и воскрес. То есть, Он это исправил. Но нужно это понимать. И нужно было этого хотеть. Так вот вопрос, ты понимаешь вообще, какие главные беды мира? Главные беды мира. Вот сейчас, например, по телевизору нас напугали, что может быть бы война. Серьезная, большая война. Например, горячая фаза войны. Ракетный обмен ударами между Америкой. Допустим, напугали нас. Такое может быть, конечно, может быть. Слушайте, разве мало беды в мире, чтобы нам еще войну, допустим. Мало нам онкологии, кардиологии, разводов, измен, тоски, печали, самоубийства, дорожных аварий, брошенных детей, абортов, смерти в конце. Просто обычной смерти, без войны. Уже даже просто это все, перечислите, эти беды человеческие. Мы же живем не в раю. Мы рай потеряли. Мы хотим жить в раю. У нас есть внутреннее, интуитивное желание в рай вселиться. У нас есть внутреннее желание жить счастливо и всегда. Как вот в этой детской песенке пелось. Это очень правильная песенка. Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет небо. Пусть всегда будет мама. Пусть всегда буду я. Это библейская песня. Человеку хочется жить всегда. Да, если он поживет, например, только 30-40-50 лет, а потом помрет и исчезнет, то это не жизнь, это издевательство. Зачем бы мне дали дышать этим воздухом, слушать этих птиц, влюбляться, смотреть на воду, журчащую в водопаде, есть и видеть фрукты, овощи, красоту эту всю земную, чтобы потом мне просто как мыльный пузырь лопнуть и исчезнуть? Да это не жизнь, это просто какая-то насмешка, что ли, это издевательство. Если вечной жизни нет, друзья мои, то наша жизнь не имеет никакого смысла, более того, это жестокая шутка над нами, над всеми нами. Это очень серьезный вопрос. Не дай Бог бы не было вечной жизни, и Иисуса Христа бы не было, или бы Он не воскрес? Вот жил, говорил, трудился, потом распяли, умер и не воскрес, если бы было так, то наша жизнь не стоит того, чтобы ее прожить. Это большой вопрос XX века, стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить? Жизнь стоит того, чтобы ее проживать только в том случае, если Евангелие – это аминь. Оно аминь. Евангелие – это да, это да Божие, это Божие аминь. А если бы, не дай Бог, нет, нет смысла жить на свете. Тогда, кстати, и рожать никого нет смысла. Да, собственно, безбожники-то и не рожают, потому что смысла нет. У них нет перспективы, они не чувствуют ее, они не знают Господа. Поэтому это очень жестокие вопросы. Это, собственно, и есть настоящие вопросы, самые серьезные вопросы человечества. То есть пока у меня нет хлеба, я буду думать только о хлебе. Но когда у меня хлеб есть сегодня, я точно знаю, что будет завтра. И послезавтра у меня появляются другие вопросы. Вопросы зачем, почему, а что, а как, а куда, откуда, в чем причина. Вот какие вопросы возникают у сытого человека. Голодный только хоть думает поесть. А я поел, и, в принципе, спокойно, на завтрашний день я тоже спокойно. И я начинаю думать, дальше что? А что дальше? Это же серьезнейший вопрос, что дальше? Как это, знаете, Ильф и Петров. Помните 12 ульев, которые написали? У них есть такая история интересная. Они дружили с Булгаковым, тем самым Михаилом Булгаковым. И Булгаков однажды приехал с командировки, с Кавказа. Работали в одной газете, гудок. И пришел к этому, к Ильфу. А Ильф сильно болел. И так сильно болел, что боялся, что умрет. И Булгаков хотел его развеселить и расскажет ему историю, которая у него была в Тифлисе. Говорит, представляешь, Ильюша, ко мне подводят одного немца. И он начинает с меня, говорит, познакомились, как вас зовут, как вас зовут. Говорит, вы куда, спрашиваю, немец. А я ему говорю, я сейчас в Тифлис на вокзал. А дальше я на поезде до какого-то города, скажем, Владикавказа. А дальше опять на поезд и до Москвы. А дальше домой и спать. А дальше проснусь и в редакцию. Булгаков это рассказал больному Ильфу, чтобы его развеселить. Потому что он был в депрессии. А Ильф на него так внимательно посмотрел и спросил его. Миша, а что дальше? Уже в это время Ильф был болен. Болен так, что он уже смерть понюхал. И его вдруг встревожил вопрос, а что же дальше? И его не развеселила эта шутка Булгакова. Его раз заинтересовал вопрос, а действительно, а что дальше? Вот ведь вопрос человечества. Все остальные вопросы ведь не важны на фоне этого вопроса. Что дальше? Это и есть наша беда. Грех и смерть, смерть и грех, все вместе. Нам нужен безгрешный и воскресший Иисус. Чтобы нам иметь оружие и лекарства против греха и смерти. У нас два врага. Грех и смерть. И здесь невозможно бороться парламентскими законами. Умножением милиции на улице. Что-то там, не знаю, комендантским часом. Там видеокамерами. Но против греха и смерти это не работает. Против дорожных аварий работает. Против каких-то алименщиков работает. А против греха и смерти не работает. А это самая главная беда наша. Мы это понимаем или не понимаем? Или мы хотим руками сделать рай? Понимаете, как это страшно, когда человек не понимает этого? Когда он не понимает, что мир болен. И я его не исцелю. А Ленин говорит, а я исцелю. Создал партию, натворил революцию. Он стоит, памятник в каждом городе до сих пор. А следы того, что он натворил, до сих пор здесь у нас под ногами и руками. А убитых столько было, что вообще никогда никто столько не убивал. И за что это было все? За 8-часовой рабочий день? За путевку профсоюзную? За что миллионы людей сгноили ни за что? Потому что поверили, что это... А я изменю к лучшему. А мы построим новый мир. И сегодня есть такие люди. И у нас, и за рубежом везде есть такие. А мы сделаем там... Сейчас мы сделаем зеленую энергетику. И вон на земле будет жить. Говорят, ну стой, подожди, ну подумай. Ведь это не самая главная проблема. А вот мировой океан загрязнен. Да загрязнен, конечно, мировой океан. А вот леса вырубают. Ну да, к сожалению, вырубают леса. Ну поймите вы, ну ведь и не это главная проблема человека. Главная проблема, что человек сам грязен и мертв. А уже потом грязный и мертвый человек там загаживает мировой океан, вырубает леса. Потому что он сам грязен и мертв. Как бацилла какая-то в мире. И он все кругом заражает. Вот в этом проблема ведь. Неужели вы этого не понимаете? Что ни зеленая энергетика, ни электромобили, ни говорящие унитазы, ни экологическая пища. Они не делают нас лучше. Нас вообще никто не делает лучше, кроме Бога. Только у него есть власть и способность изменить человека. Сам человек этого не может сделать. Это вы понимаете? Если вы этого не понимаете, тогда ну о чем опять-таки говори с человеком? Тогда человек бежит на демонстрации, бежит в революции, бежит в террористы, бежит в активисты. Он хочет мир поменять, глупый. Не понимая одной той мысли, что попробуй сам себя поменять. Хоть в чем-то, хоть немножко. Попробуй решить свою проблему. Хотя бы одну нравственную проблему. Пойми, как это тяжело. Как тяжело меняться к лучшему. Для этого нужна благодать. А ты хочешь весь мир поменять, глупый. А сам не можешь перестать ногти грызть, например. Или в носу ковыряться. Элементарные вещи. Знаете, как кто-то заметил, что в 19 веке, когда революционные кружки были по всей России. Кто-то заметил, что у наших революционеров на квартирах так грязно. Они живут в такой бытовой грязи. Вот они сидят, о будущем счастья человечества трындят. А у них там носки грязные, хлеб засохший, чай с пятой, кровать не застеленная. Все в кучу, папиросный дым, бычки кругом. И они про счастье человечества говорят. Никто не додумается убрать, помыть, проветрить. Для этого им, нашим революционерам, нужна домхозяйка, домработница. Они за равенство выступают. А для того, чтобы за ней подтереть, просто за ними грязнулими, им нужна уже здесь домработница. Они без домработницы просто в грязи завязаны через неделю. А про счастье всего мира рассуждают смело. Сколько кого они расстреляют, сколько кого они куда посадят, для того, чтобы всем было потом остальным счастье. А возле себя протереть, потереть за собой, смыть за собой не умели. Понимаете? Борцы за счастье. И у нас сейчас полны, я их вижу, этих людей, начинают про великое счастье будущее рассказывать. Говорят, покажи мне, где ты живешь. Ты заходишь, там негде ногу поставить. Там лунная поверхность, как бы все в пыли и все раскидано. О, слушай, ну о чем с тобой говорить? То есть ты живешь в бытовой грязи. У тебя за свет не заплачено уже полгода. У тебя в хлебнице вместо хлеба тараканы живут. У тебя кран течет. И ты ни сантехника не позвал, ни самого не сделал. Короче, о каком счастье мира ты рассуждаешь? Ты вообще не можешь подтереть за собой. Ты в дерьме погряз по уши. Да? Ну да, так оно и обоевает обычно. Короче, главные проблемы человечества – это проблемы не голода и не болезней. Это проблемы греха и смерти. А потом уже голода и болезни, социального неравенства, а потом уже всего остального. И надо понимать эту иерархию проблем. И нужно понимать, что какие-то проблемы мы сами решим. Скажем, дорожное освещение, дорожное покрытие, озеленение города. Когда, скажем, школьные, столовые, дисциплина на улицах, порядок в темное время. Это наша компетенция. Это мы вправе сделать это. Я должен у себя дома сделать красиво. Я должен свой кусочек земли возле дома сделать красивым. Я обязан сделать так, чтобы возле меня было светло и чисто. Это моя маленькая задача. Я должен сделать это. Но главные проблемы человечества я решить не могу. И я это понимаю. И я смиряюсь, что это может сделать только Бог. Это надо понимать. Если бы мы это понимали, у нас было бы много... У нас бы в истории вообще очень много бы не произошло. Люди бы просто не были бы утопически настроенными. Они бы не тратили бы огромные силы. Не проливали бы кровь за ложные идеалы. Они бы лучше занялись каким-то конструктивно полезным делом. В общем, повторим эти четыре вопроса, друзья мои. Которые, может быть, нас спросят, когда мы зайдем в мир иной. Мы спросим, а мне здесь есть место? Меня здесь ждут, меня здесь знают. Можно я буду здесь жить? А тебя спросят, ответьте на анкеты из четырех вопросов. Вы кем были по профессии? Тем-то, тем-то. И как там? Люблю свою работу, делаю все перфекто. Хорошо. Следующие. Детей хотели? Очень хотел. Имели? Слава Богу, да. Поехали дальше. Находили вы время для того, чтобы Писание почитать, как-то Богу помолиться? Нагрешил покаяться? Что-нибудь удалось поблагодарил? Ну, как бы это же так естественно. Получилось? Слава тебе, Господи. Не получилось? Ай, прости меня, видимо, я вообще-то вина. Нагрешил, Господи помилуй. Это же естественно. Делали вы так? Читали, молились, да-да-да. Да, по мере сил, конечно, постоянно. Каждый день кушал, каждый день молился. Ел душой, ел телом. Ну, и четвертое, значит, понимали ли вы, любезнейшие, что среди проблем человечества главные проблемы решает не человек. Что они не в силах человеческих решить главные проблемы, что это только Господь. Да, я понимаю это. Я понимаю, что я не могу ничего. Я мир не творил, я его не исправлю. Как, опять-таки, песенка советская была такая. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. То есть, не я это придумал, короче, не мне это исцелять. Ну, хорошо. Может быть, на этом все закончится. А может быть, допрос продолжится дальше, потому что там еще могут быть вопросы. Теперь дальше уже пошли по-христиански спрашивать. Допустим, читал, не читал, ходил, не ходил, причащался, не причащался, верил, не верил. Там много уже можно чего-то. Милость не раздавал, не раздавал. Врагов прощал, не прощал. В христианстве же есть такие совершенно уникальные вещи. Например, простить врагов. Это вообще сверхзадача. Как это простить врага? Врага надо наказать. Врагу нужно отомстить. Чего-то я должен его любить, прощать. Это сверхзадача. Это отдельный разговор. Даже не будем трогать сейчас это. Дай Бог, чтобы у нас их не было, этих врагов. Потому что тяжело с врагами. Тяжело. Лучше, чтобы их не было. Любить врагов, целомудрие блюсти, например, не согрешать, скажем, в помыслах. Не то, что там, понимаешь, не натворить что-нибудь, а в помыслах даже, чтобы не мыслить ничего злого. Ой, там уже дальше еще вопросы начинаются. Они уже более серьезные, они прям по Евангелию, по Евангелию. Но это мы, так сказать, сняли первую такую сметанку, значит, такой первый плод. То есть, если вот эти вещи у тебя отсутствовали, то больше спрашивать не о чем. Дальше куда уж там идти? Да, там дальше уже другие пойдут. Те, которые, там, не знаю, жизнь свою пожертвовали за кого-то. Кого-то грудью прикрыли, значит, там, где-то там, значит, всю кровь свою отдали за кого-то. Все силы свои положили на алтарь. Там действительно любили всех людей без различия национальности. Там враг, друг, там, черный, белый, неважно. Там в раю много места, там много всяких разных людей. Но надо, чтобы сначала в тебе было маленькое. Если маленького в тебе не было, откуда у тебя большое возьмется? Если ты простого не сделал, то как ты будешь делать сложное и великое? И мы сейчас находимся в том состоянии, когда простого и маленького у нас нет. И как большего добиться? Ну как? Вот мы сегодня разговаривали об этой теме. Я давно она ее заметил. Вот по нашей стране пронесло, 20-й век пронесся беспощадно по нашей стране, по нашим людям. Вот сейчас в тех районах, где никого нету, вот нет села, там, или там две хаты перекошенные стоят. Вот, и там Петровна и Семеновна как бы свой век доживают. А там стоят храмы. Храмы такие, знаете, колоссальные, громадные, капитальные, с трехметровыми стенами, с высоченной колокольней, как бы такие, такие, на вместимостью, так, человек на 400, на 500. Но люди не были действительно сумасшедшие, они не могли строить храмы там, где никто не жил. Значит, в этом месте жили люди. Их было так много, что они строили огромное, строили сами, они же не ехали в Москву искать там подрядную организацию. Они строили сами, на свои деньги, своими руками. Такие огромные храмы по всей России стоят. На них деревья растут. И вокруг нет никого. Значит, эти села были выселены, эти люди были уничтожены чем-то, коллективизацией, гражданской войной, там, кем-то еще, там, немцами, там, нашими. Мы не знаем, там, краеведы там знают, а мы там, мы же не можем. Но эти храмы стоят, как памятники умершей России. Атлантида была какая-то. То есть, на этом месте, по этому храму можно сказать, что на этом месте когда-то жили работящие, верующие, многочисленные, хорошие люди. Они сами жили с этой земли, кормились с нее, рожали детей здесь, здесь же хоронили своих родных. И собственными руками строили огромные храмы. И прошло каких-нибудь там 80 лет, 70 лет, там, 60 лет. И здесь нет ни одного человека. Они куда-то исчезли, все эти люди. Хорошие люди, работящие. И только стоит одна хата перекошенная. И там живет один человечек какой-нибудь, который, может быть, молится там в сторону этого пустого храма, а может быть, нет. Какой-то исторический кошмар такой, понимаете. Это с нами произошло вот недавно, в 20 веке. И мы сейчас, как бы, как коллега, выходящий из больницы, как бы, мы выходим на свежий воздух. У нас голова кружится от свежего воздуха. Потому что мы, как бы, ну, знаете, так, из палаты на воздух вышел такой. Говорит, вы можете идти домой. И ты так медленно идешь, такой, с больничным в кармане. Вот мы такие, как бы, так вот и наши. Потихоньку мы там дышим свежим воздухом, у нас разовеют щечки. Мы вроде чувствуем, что еще можем пожить, еще потрудиться, как бы. Но вот там за спиной у нас такая катастрофа. Там уничтожена половина наших жизненных сил. И нашего генофонда, и наших мозгов, наших талантов. Это все за спиной у нас. Мы этого даже не знаем. Нам даже страшно думать об этом. Мы про этих новомучеников даже особо даже в церкви не говорим. И народ особо не знает, и мы так не сильно говорим об этом. Мы все так про древних святых, там, про Николая, про Георгия, про Варвару. А про тех, которых вчера вот здесь повесили. Свои же повесили, там, свои же расстреляли. За Христа, здесь, вот тут. Мы про них даже как-то не говорим особо, потому что мы не умеем про них говорить. Нам слишком страшно. Ну, вот, как бы, значит, поэтому нам нужно начинать с маленького. С маленького. Нужны обычные добродетели хорошего человека. Нужно быть трудолюбивым, семейственным, честным, нематершинником. Нельзя одним языком и тем же молиться Богу и мотыгнуть через каждое слово. Нужно эту пакость искоренить. То есть нужно научиться разговаривать по-русски, жить по-русски, изучить свою историю, полюбить свою землю, что-нибудь хорошее на ней сделать. Посадить, вырастить, построить, да? Можно пошутить. Вырастить живот, построить тещу, посадить печень. Но лучше, конечно, сажать деревья, растить сына, строить дом. Да, разговаривать без мата, повторяю, да. Открывать Библию время от времени. А лучше каждый день понемножку. И знать, что за этой жизнью, как в конце школы, начинается другая жизнь. Вот когда ты в третьем или седьмом классе, эта школа невыносимым тяжестью кажется тебе. Она бесконечная. Когда она уже кончится, когда я уже жить начну. Когда уже этот выпускной отзвенит, я начну жить нормально. Потому что эта каторга закончится. И там за этой школьной каторгой, с этим выпускным, этим делилинь, когда уйдем со школьного двора, начинается новая жизнь, в которую ты врываешься, как бешеный. И очень скоро понимаешь, что здесь не совсем то, что ты ожидал. Ну ладно, уже другой нет. Значит, вот за краем этой жизни будет другая жизнь. И нужно будет войти в нее. Это будет настоящая жизнь. Пока что только подготовка. И там тебя спросят. Вот те четыре вещи, о которых мы говорили. В общем, и подумать есть о чем. Есть о чем. Но человек приходит в мир, чтобы мир стал лучше. То есть ты должен чуть-чуть с собой принести. То есть сделать здесь чуть-чуть что-то красивое. Вот ты пришел, а здесь грязно. Ты это вымыл. Ты пришел, а здесь все перекошено. Ты поправил. Ты пришел, а здесь как-то некрасиво. Ты украсил. Ты пришел, все ругаются. Ты говоришь, нельзя ругаться. И помирил. Ты пришел там, а все сидят, как бы не знают, что делать. А ты взял, придумал всем занятия. И вместе там сбацали какой-то субботник на благоустройство. Короче, ты приходишь в мир, чтобы он стал лучше. В мыслях, в словах, в делах. А иначе зачем? Мы же хотим хорошо жить. Мы здесь, в этой временной жизни, вот сейчас. Хотим хорошо жить. Ну, просто по-человечески хорошо. Хотим улыбаться. Хотим друг другу протягивать без страха. И с любовью. Хотим ходить друг к другу в гости. Хотим, чтобы никого не бояться. Хотим жить не боясь. Хотим знать, что если у меня будет беда, ко мне прибегут на помощь. Если у него будет беда, мы все к нему прибежим. Все, что нужно. Крышу подлатать, забор поправить, долги заплатить по коммуналке, лекарства купить. Мы должны помогать друг другу. Короче, у нас должны быть другие мысли. Другие совершенно мысли должны быть у нас с вами. Мы должны быть опять братья и сестры, дяди и тети. Батюшки и матушки. И, конечно, владычники. Все вместе, как положено, как в семье. Это через Евангелие все. Через Иисуса Христа. Но и начинать нужно с простого. С трудолюбия, с аккуратности, честности. С того, что здороваться надо друг с другом. Не проклинать, но благословлять. Благодарить. Искренне напомнить всех, кто сделал вам добро. Ну и так далее, и тому подобное. Вот этим мы будем заниматься с вами. Правда? Ну будем, а куда деваться? У нас нет выхода. У нас вариантов нет. Вот тебе, как бы, жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Выбери жизнь и живи. Нет? Хочешь исчезать? Исчезай. Тут вариантов нет. Господь шутки не шутит. С Богом лучше не шутить. Он сказал, накажу и накажет. Сказал, помилует и помилует. Поэтому надо делать все так, чтобы он помиловал. Пожалуйста, попытайтесь это все пропустить через себя еще раз. Потому что мы не просто поговорили. Потому что от наших слов с вами, от наших мыслей зависит вообще будущее всей Вселенной. И если мы правильные слова скажем в правильном месте и в правильное время, то мир весь поменяется. Мы сейчас можем изменить очень многое. Прямо в моей жизни и вашей. Если мы серьезно к этому всему отнесемся. Ну, если будут вопросы, будут, нет, слава богу, нет. Есть. Как вот мы с своими детьми поступаем, так он поступает с нами. Значит, он хочет дитё там ножик взять. А ты, ясно, что ты не дашь ему нож, потому что он еще маленький. Хочет он вот это вот взять, это опасно что-нибудь. Хочет он там пальчики в резеточку засунуть, ему там по пальчикам ба-бам, а-та-та. Нельзя, это опасно. И, конечно, ребенок плачет и обижается. В общем-то, здесь мы в данном случае ведем себя как маленькие дети. Значит, это значит, что наш возраст духовный соответствует возрасту несмышленого ребенка. Хочу, дай, капризничаю, купи, дай, хочу, а-а-а, там селёг на пол и ногами шевелю в воздухе. Значит, мы сейчас с вами как маленькие дети. По идее, нам нужно закалить своё сердце, повзрослеть, возмужать сердцем до такого состояния, когда ты говоришь, дай мне это. Потом понимаешь, что это, наверное, мне рано или не надо вообще, или поздно уже. И вообще, это лишнее что-нибудь такое. Говорит, не надо, ладно, слава Богу, ты не даёшь, видимо, так надо. То есть, когда мы будем говорить, знаете, слава Богу за всё, как Златоуз говорил. То есть, не даёшь, хорошо, значит, ты лучше знаешь. Я прошу, ты не дал, хорошо, я принимаю. То есть, то, что он не дал, это тоже подарок. Когда дали и не дали, это разные виды подарков, это тоже подарок. Поэтому надо сердцем повзрослеть. Ваша голова уже взрослая, а сердце пока ещё детское. Сердце такое, вот такое, дай мне хочу, капризное, короче. Капризное сердце ребёнка. Надо взрослеть, надо насиловать своё сердце, надо мучить его. Надо себя самого строгать, заставлять себе, цыц, ты чё, всё нормально. Не получил, в следующий раз получишь, если полезно будет. Так что, хочу так, как будет. Не хочу своего. Вот это хочу, вот это мои, хотелки мои. Хочу, 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 значит, эти хочу, это наши, в общем-то, враги. Говорит, да будет воля твоя. Я как на небе, так и на земле. То есть, не моя воля. Пусть будет воля твоя. Вот хочу, например, чтобы вот это было. Но, впрочем, не как я хочу, как ты хочешь. Как ты хочешь, так пусть будет. Я покорюсь. Ты лучше знаешь. Я перед твоей волей смиряюсь. В общем, закалять нужно своё сердце и хотелки свои душить в корню. Уже наши хотелки нас до ада доведут. Один епископ, старенький уже, написал себе проповедь, чтобы не забыть ничего. И во время службы, в нужное время, вышел на кафедру и прочёл эту проповедь. Народ послушал внимательно, а потом служба продолжилась и закончилась. На следующую неделю он вышел на проповедь и опять с той же проповедью. И опять её прочитал. Народ послушал, служба продолжилась и закончилась. На третий раз он, в третью неделю он опять вышел на проповедь и читает ту же проповедь. После службы к нему подходит какой-то почтенный прихожанин. А тот встал и говорит, Владыка, я очень извиняюсь. Вы, наверное, уже перепутали по старости. Короче, вы читаете уже третий раз одну и ту же проповедь. А он говорит ему, да. Говорит, а вы сделали то, что я говорю в этой проповеди? Он говорит, нет, тогда я в четвёртый раз опять её прочитаю. Я это к чему? Передачи встречи, о которых вы упомянули, мы записали 120 или 110 что-то раз. Колоссальный какой-то объём. Мне когда сказали количество передач, которые мы записали, я не поверил. То есть мы где-то два с половиной года, каждое воскресенье, не пропуская, или каждую субботу, короче, мы записывали по субботам. Писали эти передачи. У меня вопрос, они все есть в записи, они есть в архивах. То есть если их просто переслушивать, если вы находите их интересными, то даже на переслушивание их у вас уйдёт ещё полтора-два года. То есть уже написано столько в части этой, что можно уже просто успокоиться, если тебе это интересно, переслушать. А мы уже будем менять форматы или что-то думать другое. Ну, в конце концов, как говорил Козьма Прутков, если у тебя есть фонтан, заткни его, пусть отдохнёт фонтан. Надо же и фонтану отдохнуть. Мы имеем счастье иметь адекватное, мужественное, профессиональное руководство. Я имею в виду верховную руководство страны. Я знаю и уверен в том, что на наших рубежах и внутри нашей страны существует на судьбу его дежурства и находится на своих постах квалифицированные, вооружённые, дисциплинированные и обученные вооружённые силы. То есть в этом отношении нам нечего бояться. Нам нужно бояться только одного, как мне кажется, что пока на границах нашей Родины стоит бодрый пограничник и смотрит в бинокль вдаль, не идёт ли враг. За его спиной в тылу сходит с ума ничем не занятая молодёжь или там спивающиеся люди, или распадающиеся семьи, или там наркоманы, спускающиеся в ад при жизни. Короче, можно сгнить нравственно, когда нет никаких причин для того, чтобы ты, понимаете, вот эти нравственные проблемы нашего общества, мне кажется, это гораздо более опасные вещи, чем внешние враги. Я боюсь внутренних врагов, всегда больше, чем внешних. Мне кажется, что русский народ, как и любой народ мира, имеет своё прямое предназначение. И если его выполнять, то человек живёт и наслаждается жизнью. Если не выполняет своё предназначение, то человек мучается и не понимает от чего. Надо узнать своё предназначение. Нужно, чтобы все крещённые русские люди каждое воскресенье были на литургии. Без отговорок. Всё. Вы не узнаете нашу страну через год, если все крещённые русские люди усилиями духовенства, усилиями, не знаю, кого хочешь, там, Архангела Михаила, там, значит, со всеми небесами. Если все крещённые русские люди полюбят божественную службу, и в воскресенье, каждое воскресенье с радостью, как на работу с чистой совестью, будут ходить на службу Божию, на литургию, и усердно молиться Господу о себе, о покойных сродниках, о своих семьях, о своих детях, о своём отечестве. Только церковь называет нашу страну богохранимое отечество. Люди, которые ходят в церковь, у них нету понятия рашка, там, или там совок, там, или ещё какое-нибудь там паскудство. У них в голове, по отношению к родине, это богохранимое отечество. И христолюбивое воинство, и благословенные власти. Потому что мы прекрасно понимаем, что абсолютно хороших властей не бывает нигде, а любая власть лучше без власти, и порядок лучше хаоса, а мир лучше войны. И отечество наше богохранимое, а воинство христолюбивое, а власти обмоленные, так сказать, людьми духовными. Поэтому нам нужно, чтобы народ вернулся к Богу. А потом всё остальное станет удивительным образом становиться на свои места. Потому что, согласно блаженному Августину, когда Бог на главном месте, всё остальное на своих местах. Когда Бог не на главном месте, когда Бог как игрушка в чулане. На всякий случай там лежит. Хочу возьму, хочу пусть лежит. Тогда всё остальное не на своих местах. У нас именно это и происходит. У нас не всё на своих местах. Потому что далеко не у всех русских крещённых людей Господь на главном месте. Поэтому у нас и Родина где-нибудь там в заднем кармане, и мечты наши все где-нибудь там в супермаркете. И вообще очень страшно сказать, чего мы хотим и что у нас живёт под кожей. Должно быть по-другому. Я считаю, что в этом корень всех проблем. А в остальном, конечно, Россия могла исчезнуть в 20 веке не менее трёх раз. А то и более. Совсем исчезнуть. Раздробиться, расколоться, залиться кровью и назваться другими именами. До сих пор Бог нас от этого берёг. Последний раз-то были вот 30-25 лет назад. Эти ельцинистические года. Это всё значит. Когда Якутия могла быть отдельной страной. Бурятия отдельной страной. Мордовия отдельной страной. Карелия отдельной страной. И это всё было бы с кровью, с кровью, с кровью, как сейчас на Донбассе. И это был бы сумасшедший дом, и нас бы просто не было. Но пока Бог бережёт. Нужна молитва. Молитвы всегда не хватает. Что там не хватает обычных денег и времени? Есть время, и деньги будут. Молиться надо. Вот это 100%. Деньги будут, время есть. Надо молиться. Это главная задача русского человека. Я благодарен Богу за возможность. Я приезжал поговорить с 20 людьми, например, а поговорил с 250 или более. Это хорошо. Это означает, что в нашем народе есть большой голод Слова Божьего. Голод слышания Слов Господних. Это признак здоровья души. Там, где Божие Слово никому не нужно и слушать не хотят, там люди находятся в критическом состоянии. Это диагностические вещи. Поэтому я думаю, что у нас всё получится. Смиренный потихоньку. Я на правах гостя. Знаете, что гость – это божественное лицо. Это гость в дом, Бог в дом. То есть в Киров приехал гость, он принёс в Киров благословение. Я желаю вашим семьям мира, чтобы муж с женой, жена с мужем не ругались нигде. Чтобы ваши дети были здоровы. И чтобы вам сытно и весело жилось. И чтобы вы возрастали в познании воскресшего из мёртвых Иисуса Христа. Чтобы вы были настоящие русские православные люди. Чтобы вы знали историю своей страны, любили её. И чтобы у вас всё в руках горело и спорилось. Хотелось жить и работать. Говорите, жить стоило и работать стоило. В общем, чтобы мы не даром жили на земле. Помоги вам, Боже. Спасибо. Спасибо.